Добро пожаловать на домашнюю группу. Я Рик Реннер. Спасибо, что присоединились к нам. Прежде всего, хочу сказать, если вы нуждаетесь в молитве, напишите нам. Как только мы получим ваше сообщение, мы начнем молиться за вас. Или позвоните нам. Мы – люди молитвы. Мы слышим множество свидетельств о том, как люди получили ответ после нашей молитвы. Вы можете молиться сами, но порой так важно, чтобы кто-то согласился с вами в вере. И мы здесь для этого. Напишите или позвоните. Добро пожаловать на домашнюю группу, Денис. Спасибо, Рик. Домашняя группа, добро пожаловать. Мы так рады, что вы с нами, потому что мы говорим о духовном оружии. И мне безмерно нравится то оружие, которое Бог дал каждому из нас. Он снаряжает нас, чтобы мы могли противостать врагу и его атакам. Он благой Бог, и Он дал это нам в пользование. Павел, добро пожаловать. Всем привет. Я рад быть здесь. Мы говорим о духовном оружии уже несколько недель. Я думал, что нам хватит 4-5 программ. Но прошло уже 7 программ, и мы будем продолжать говорить об этом. Тема очень глубокая, и мы могли бы обсуждать ее еще и еще. Мы могли бы затронуть множество сфер нашей жизни. И сегодня мы поговорим про обувь мира, или, как ты ее называешь, обувь убийцы. Я пытаюсь представить маму в обуви убийцы. О, да! Мне интересно, как бы ты выглядела в обуви убийцы. Сегодня я помогу вам представить это. Я покажу вам эту обувь и как ее использовали. Хорошо. Давайте обратимся к 6 главе послания к Ефесиным. Друзья, у вас есть Библия? Ведь это домашняя группа с семьей Реннер. Мы верим в Библию. И если вы наш партнер, вы знаете, все, что мы делаем и все, во что мы верим, основано на Библии. Откройте 6 главу послания к Ефесиным, и мы начнем с 13 стиха, где написано «Для сего примите все оружие Божие». И это самый печальный стих Нового Завета. Потому что «приимите» — это греческое слово «аналабета», и это значит, что Ефесская церковь сложила оружие. Они отступили от силы Божьей. Но лишь пребывая в силе Божьей, можно быть во все оружии. Ефесская церковь была рождена в Божьей силе. Об этом написано в 19 главе книги «Деяния». Выходили злые духи. Павел творил великие чудеса. Люди сжигали свои оккультные книги. Это было пробуждение из пробуждений. Они были рождены в силе Божьей. Но в 6 главе послания к Ефесинам Павел говорит «Примите». Греческое слово «аналабета» — «ана» значит «повторить», «сделать то, что делали раньше». «Лабета» значит «взять». Образованное слово значит «возьмите», «облекитесь как раньше». Это значит, что они больше не ходили во все оружие. Почему? Потому что ненамеренно отступили от силы. Возможно, они стали слишком много думать. Они были озабочены доктринальными вопросами, служением, взращиванием лидеров и утратили простоту своей веры. И эта проблема сохранялась долгие годы, потому что во 2 главе книги «Откровения» Иисус укоряет их за то, что они оставили первую любовь. Он говорит «Вспомни». Вы не сможете восстановить что-то, пока не вспомните, что вы потеряли. Порой мы просто забываем. И в книге «Откровения» 2 главе 5 стихе Иисус говорит «Вспомни, откуда ты не спал и покайся». Мне нравится, что Иисус не говорит им плакать, стянать или заниматься самобичеванием за то, что они отступили от силы. Он говорит «покайся». Слово «покайся» значит «прими решение измениться». И затем он говорит «И твори прежние дела». В этом стихе он говорит то же самое. «Приимите, сделайте то, что вы делали раньше. Примите все оружие Божие, дабы вы могли...» «Что?» «Противостать в день злый и все преодолев устоять». Затем в 14 стихе он говорит «Итак, станьте». Греческое слово «стэны», которое описывает уверенного в себе римского солдата. Откуда у него эта уверенность? Во-первых, он сильный. Во-вторых, он полностью снаряжен. У него есть все причины чувствовать себя уверенно. Когда вы ходите в силе Божьей, вам не нужно бояться дьявола или чего-то еще. Некоторые ошибочно считают это гордостью, но это не гордость, это смелость. У вас есть полное право чувствовать себя уверенно, когда вы обличены во всеоружие Божье. Павел говорит «Встаньте, расправьте плечи, поднимите голову, встаньте, припоясав чресло вашу истинную и облегшись в броню праведности». В предыдущих программах мы говорили о поясе истины. Что мы говорили? Это центральный элемент оружия. И самый важный элемент, потому что на нем держится все остальное. Верно. Например, на одной стороне пояса был зажим, на который вы могли повесить меч, когда не пользовались им. Таким образом, меч держался на поясе. Вот щит. Щитом не пользовались все время. Если вы не использовали щит, то он висел на другой стороне пояса. Щит держался на поясе. За спиной у римского солдата был мешок, который также крепился к задней части пояса. В нем лежали дротики и копья. Таким образом, ваши копья и дротики также располагались на поясе. «Без пояса все распалось бы на части». Пояс был самым важным элементом снаряжения. В 14 стихе Павел говорит о поясе истины. И это Библия. Она очень важна. Это единственный элемент всеоружия, который перешел из духовного мира в физический. Библию можно взять в руки. Нельзя потрогать мир. Нельзя потрогать праведность. Все это можно увидеть, но нельзя потрогать. Единственное оружие, которое можно взять в руки, это Библия. Пояс истины играет важную роль. Если в вашей жизни есть Библия, у вас будет духовный меч, когда он вам понадобится. Если в вашей жизни есть пояс, Библия, у вас будет вера, когда она вам понадобится. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Оно занимает центральное место. Сегодня вы узнаете, что если Божье Слово будет в вашей жизни, у вас будет мир. Вы будете наслаждаться ощущением праведности. Все держится на поясе истины. Читаете ли вы Библию? Пусть Библия займет центральное место в вашей жизни. И затем говорится о броне праведности. Павел, возьми эту броню еще раз. Она достаточно громоздкая. Мы узнали, что броня выполняла не только защитную функцию, но и использовалась для нападения на врага. Броня позволяла римскому солдату чувствовать себя уверенно. Во-первых, она защищала внутренние органы. Помимо этого, во время движения между металлическими пластинами брони возникало трение, что со временем делало ее блестящей. Чем дольше вы носили броню, тем более ослепительной она становилась. Точно так же, когда вы знаете, что вы праведны и выходите в этой праведности, со временем вы становитесь все более и более красивыми и сияющими. Нет ничего прекраснее, чем верующий человек, который знает, что он праведен. Он просто светится от живущей в нем уверенности. Ведь это изумительно, Денис. И это видно. Это становится заметным для окружающих. Все, что есть внутри, в конце концов, проявляется снаружи. И эта броня начинает блестеть. Она сверкает. И теперь, Павел, спасибо. Мы переходим к 15 стиху. 15 стих гласит... Вы готовы? И обувь ноги... Запомните слово обувь. Мы вернемся к нему через минуту. И обувь ноги в готовность благовествовать мир. Где Павел получил это откровение? Кто напомнит мне? Павел, он находился в тюрьме, скованной цепью с римским солдатом. Итак, он в тюрьме, скованной цепью с римским солдатом. Бог говорит нам через наше окружение. Павел смотрел на этого солдата каждый день. Смотрел на его шлем, броню, пояс, щит, меч, обувь. И день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, глядя на этого солдата, он начал приходить к осознанию, что Бог дал нам в духовном мире. И дело дошло до обуви. И вот Павел смотрит на обувь римского солдата и получает откровение об оружии, которое названо «обувью мира». Забавно, что в этом стихе это перевели как «обувь мира», потому что на самом деле это была обувь убийцы. И в этом стихе написано «обувь ноги». Скажите «обувь», «обувь». Что значит «обувь ноги» в готовность благовествовать мир? Я покажу вам. У меня есть реплика обуви римского солдата. Это реплика. Вы видите эти ремни? Почему у этих сандалий столько ремней? Потому что их нужно было зафиксировать на своих ногах. Их нужно было очень крепко привязать к своим ногам. Библия всегда очень точна, и каждое слово использовано в ней с определенной целью. Павел говорит, если мы хотим ходить в мире, мы должны принять решение делать это. Мы должны крепко привязать мир к своим ногам, иначе мы его потеряем. И важно знать, что есть два вида мира. Есть мир с Богом, и есть мир Божий. Когда вы стали христианином, вторая глава послания к Ефесиным гласит, «Вы примирились с Богом». Сражение закончилось. Вы смирились перед Богом, и Иисус стал вашим Господом. Вражда между вами и Богом прекратилась. Когда вы исповедали Иисуса Господом своей жизни, в то же мгновение вы обрели мир с Богом. Но есть другой мир, и это мир Божий. Многие христиане имеют мир с Богом, но не имеют мира Божьего. Вы можете иметь мир с Богом, но не иметь мира в повседневной жизни. Есть мир с Богом, и есть мир Божий. Мир Божий — это оберегающий мир. Это сверхъестественный мир, который хранит вас в трудных ситуациях и дает вам силу идти вперед, несмотря на оказываемое сопротивление. И это подводит нас к обуви. Именно мир Божий вы должны закрепить на своих ногах, чтобы не потерять его. Но подождите. На подошве сандалий были гвозди. Вы видите? Здесь они затуплены. И их называли подковными гвоздями. Они были острыми и достаточно длинными. Зачем римскому солдату гвозди на подошве сандалий? Сегодня на многих трекинговых ботинках есть шипы. Когда человек поднимается в горы, он вонзается шипами в землю, чтобы не поскользнуться и не упасть. Именно для этого на сандалиях были гвозди. Когда на подошве вашей обуви такие гвозди, вас не так просто сдвинуть с места. Враг пытался сбить с ног римского солдата. Он пытался оттолкнуть его, сдвинуть с места. Но благодаря тому, что гвозди вонзались глубоко в землю, римский солдат оставался на месте. Это так важно. Подобным образом и мир Божий позволяет вам оставаться в Божьем призвании. Божий мир — это хранящий вас мир. Будьте уверены, если вы попытаетесь продвинуться в своем бизнесе, в своем призвании, в помазании, к чему бы Бог не призвал вас, дьявол попытается сбить вас с ног. Он попытается столкнуть вас. Но мир Божий обладает силой, которая поможет вам оставаться на месте. Я говорю так. Когда в вашей жизни есть Божий мир, вы подобны пальме во время урагана. Во время урагана пальма может наклоняться все сильнее и сильнее. Но как только ветер стихает, она снова встает прямо благодаря глубоким корням. Вот что делает Божий мир. Он помогает вам оставаться на месте. Это так сильно. Это чудесно. И здесь говорится так много о том, чтобы стоять. Написано «станьте», дабы противостать. Обувь мира помогает нам оставаться на месте. Важно знать, где мы должны быть и оставаться там. Ты помнишь, Денис, что, живя в бывшем Советском Союзе, нам часто приходилось противостоять ветрам оппозиции. И если бы не Божий мир, мы бы сбежали отсюда еще в самом начале. Но мы знали, к чему мы призваны. И мы приняли решение, что не сдвинемся с места. И именно Божий мир позволил нам сделать это. Это оберегающий мир. Это Божий мир. Это изумительный Божий мир. Но не концентрируйтесь только на том, что на ваших ступнях, потому что это лишь часть обуви римского солдата. Я ставлю это в одной руке и покажу вам другую часть. Сандалии надевались на ступни, и гвозди позволяли оставаться на месте. Но от щиколотки до колена нога была покрыта вот этим. И это тоже элемент обуви римского солдата. Это называется поножи. Поножи. Они были разных размеров. Когда солдат вступал в пехоту, для него изготавливали поножи по индивидуальным размерам. Точно так же, когда вы вступаете в ряды Божьей армии, Бог снимает с вас мерки. Он точно знает, что вам нужно. Вы под защитой. Не смотрите на других. У вас есть все, что нужно именно вам. Но зачем нужно было закрывать ноги от щиколотки до колена? Можно сказать, что это стальные ботинки. Поножи делали из стали. Но для чего? Римские солдаты сталкивались с врагами. И одна из тактик врага заключалась в том, чтобы ударом по ноге сломать вам кость, сбить вас с ног и отрубить голову. Но если на вас надеты поножи, враг может наносить удары, но ничего этим не добьется, потому что вы защищены. Точно так же, когда вы начинаете свой путь с Богом, дьявол пытается ударить вас по лодыжкам, но мир Божий настолько сверхъестественный, что дьявол может наносить удары, и другие люди могут видеть это. Дьявол использует ужасную тактику, но вы под защитой, вы защищены. И удивительно, что люди могут спрашивать вас, «Как ты справляешься с этим?» Но когда у вас есть Божий мир, вы словно в пузыре, вы даже не знаете, что находитесь под атакой. Вы можете предполагать, что дьявол пытается сделать что-то, но вы защищены Божьим миром. Вы не чувствуете ударов врага. Это сверхъестественный, оберегающий вас мир. Но это не все. Римские солдаты также надевали поножи, потому что, когда они шли строем, им приходилось проходить по опасным каменистым местам. И без специальной защиты они резали бы свои ноги о камни, у них были бы кровоточащие раны. Но поскольку их ноги были закрыты металлическими поножами, римские солдаты могли совершенно спокойно ходить по каменистым местам. Они пробирались через опасные места и продолжали идти вперед, не причиняя себе вреда. Вот что происходит, когда Божий мир действует в вашей жизни. Порой в нашей жизни нам приходится проходить каменистые места. Наша семья, наше служение, мы прошли немало каменистых мест за 30 лет, проведенных на постсоветском пространстве. Я могу бесконечно рассказывать эти истории, но мы по-прежнему здесь. У нас все хорошо, мы пребываем в духе, мы живем в радости. Но мы смогли пройти все это не потому что мы очень умные, а благодаря Божьему миру. Когда Божий мир хранит вас, вы словно в божественном пузыре. Только так я могу объяснить это. Вы можете проходить через крайне опасные каменистые места и оставаться невредимыми. Но и это еще не все. Помимо каменистой местности, иногда римские солдаты были вынуждены проходить через поля с терновником. Терновник – это нечто ужасное. Не так давно у нас были съемки в Турции. Мы снимали программы в Иераполе. Когда вы приезжаете в Турцию в несезон, там нет зелени. Там есть только колючки. Ай-яй-яй. Это ужасно. Они цепляются за брюки, царапают ноги. Очень трудно работать в таких условиях. Эти колючки тормозят весь процесс. Римским солдатам приходилось иметь дело с такими колючками. Им нужно было идти вперед, несмотря на колючки или сложную ситуацию. Но благодаря тому, что их ноги были покрыты металлом, они могли проходить самые трудные ситуации, оставаясь целыми и невредимыми. Они просто продолжали идти. Это изумительно. А как насчет змей? Не думаю, что это может защитить от змеи. Понятно. А вот сандалии защищали от змей. Можно было растоптать змею гвоздями. Мы сейчас поговорим об этом. Хорошо. Денис? Как раз об этом я хотела сказать. О силе уничтожать врага. Хорошо. Мы дойдем до этого. Но я хочу подытожить. Итак, на подошве сандалий были гвозди. Какова их роль? Удерживать вас на месте. Удерживать вас на месте. Вас невозможно было сдвинуть с места благодаря этим гвоздям. Но чтобы не потерять сандалий, их нужно было очень крепко привязать к ногам. И это значит, у вас должно быть серьезное намерение ходить в Божьем мире. И эта часть обуви помогала выдерживать удары врага, ходить по каменистым местам, по тернистым местам. Вместе эти элементы обуви позволяли вам продвигаться вперед. Но подождите. Об этой обуви написано еще в одном месте в Библии. И это послание к римлянам, 16 глава, 20 стих. Давайте откроем послание к римлянам, 16 главу, 20 стих, где апостол Павел делает теологически важное заявление о дьяволе, единственное во всем послании. Послание к римлянам имеет важное теологическое значение. Но до 16 главы нет ни одного упоминания о дьяволе. И это значит, что Павел действительно верил, что мы одержали победу над дьяволом. Он упоминает его буквально в последних строках. И вот что он пишет в послании к римлянам, 6 главе, 20 стихе. Бог чего? Мира. Он говорит о мире. Обратите внимание на его слова. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Слово «сокрушит» — это изумительное греческое слово. Этим же словом описывали перемалывание костей в пыль. И также этим словом описывали людей, которые ногами давили виноград, чтобы получить вино. Они разминали, раздавливали виноград своими ногами или перемалывали кости в пыль так, что от них ничего не оставалось. Библия говорит, что Бог сокрушит сатану под ногами вашими. Он раздавит, уничтожит, буквально сотрет в порошок дьявола под вашими ногами. И Павел говорит «вскоре» — Бог мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Слово «вскоре» описывает, как римские солдаты шли строем. Когда маршировали римские солдаты, они высоко поднимали ноги и силой опускали их на землю. Мне легко это представить, потому что, когда мы переехали в Советский Союз, иногда мы ходили на Красную площадь и смотрели на смену караула. И именно так они маршировали. Они высоко поднимали ногу и гордо вбивали каждый шаг в землю. Точно так же маршировали римские солдаты, громко отбивая каждый шаг. И не забывайте, что на подошве их обуви были гвозди, гвозди. Итак, это были римские солдаты. И их учили так. Если кто-то настолько глуп, что встает на вашем пути, когда вы идете строем, не останавливайтесь из-за них. Вы, римские солдаты, никто не должен вставать на вашем пути. Но если какой-то глупец упал вам под ноги, не останавливайтесь, чтобы помочь ему подняться и отойти в сторону. Продолжайте идти. Покажите всем своим видом, что никто не может вставать на вашем пути. Но подождите. Что было на их обуви? Гвозди. Если несколько сотен римских солдат наступят на человека, оказавшегося у них под ногами, к тому моменту, когда они пройдут, как вы думаете, что останется от того человека? Ничего. Он превратится в фарш. Его просто сотрут в порошок. Солдаты затопчут его насмерть. Давайте подытожим. Павел говорит, «Бог же мира растопчет, раздавит, сотрет в порошок сатану под вашими ногами вскоре». Другими словами, Павел сказал, сейчас будет теологически важное высказывание. «Если дьявол настолько глуп, что встает на вашем пути, не останавливайтесь и не просите его отойти. Продолжайте идти. Шагайте со всей силы. Растопчите его своими ногами. Раздавите его. Преподайте ему урок, что он никогда не должен вставать на вашем пути». Вот что значит 20 стих 16 главы послания к римлянам. «У нас есть власть над дьяволом. Если в вашей жизни нет Божьего мира, скорее всего, вы скажете, «О, мы снова под атакой. Дьявол противостоит нам. Он снова на нашем пути». Но когда у вас есть этот защищающий вас мир, мир Божий, вы можете сказать, «Эй, мы не остановимся. Мы продолжим идти вперед. И давайте прольем как можно больше крови». Это оберегающий нас Божий мир. Мир, благодаря которому мы можем идти вперед или оставаться непоколебимыми на своем месте. Денис? Мир — это личность. Это Иисус внутри нас. Он есть сила. Он есть сила. Когда мы принимаем его мир, когда мы принимаем силу, которую он дал нам, нам намного легче сказать дьяволу, «Замолчи». Ты уже говорил это. Другие люди говорили это тысячу раз. «Замолчи». «Я пойду дальше». И вы идете вперед не сами по себе. Внутри вас Господь Иисус Христос. Аминь. И любой без ада обязан преклониться пред Ним, и он преклонится. Но мы должны принять верой, что Бог в нас. Аминь. Внутри. Денис, это чудесно. Я знаю, это так сильно. Наше время подходит к концу. Если вы нуждаетесь в молитве, сообщите нам. И давайте помолимся. Отец, во имя Иисуса, спасибо за изумительный Божий мир. Мы благодарны за мир с тобой. У нас есть мир с Богом. Но нам также нужен мир Божий, чтобы мы могли идти вперед и не сдавать свои позиции. Мы благодарны Тебе за это оружие. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Не забывайте. Четвертый Псалом, девятый стих. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един, даешь мне жить в безопасности. Когда пойдете спать, скажите, я провозглашаю это, я спокойно ложусь. Это лучшее снотворное. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Господь дает мне жить в безопасности. В следующий раз мы узнаем, что Библия говорит о щите веры. Будет интересно. До встречи.